Столичное время 10 часов 26 минут. Друзья, звездный завтрак продолжает. Сегодня у нас сам талантливый исполнитель со взрослым баритоном Алексей Брянцев. Леша, естественно, мы тут просили слушателей задавать вопросы. Есть два направления, куда обычно у нас идут люди. Это когда концерт и где концерт, соответственно, по географии. Что там такое? Фрязино, Ставрополь, Магадан, Москва. Когда и где, спрашивают. Ну и, конечно же, второй вопрос. Женат парнишка? И почему завязалась в продаже фастфуда? Ух ты! Был фастфуд? Ты продавал фастфуд? А почему меня не позвали? Не знаю. Ольга Кошелева спросила. Я же главный поедатель фастфуда. Давай, рассказывай нам про фастфуд. По пунктам. По первому вопросу. Да, сначала женат парнишка? Нет, по поводу выступлений. Да. То есть, вот Фрязино, Ставрополь и так далее, да, ближайший концерт будет 8 июля в зале Градский холл. Это в Москве? Это в Москве. Вот, и далее, значит, по фастфуду меня очень зацепила тема. Действительно, да, будучи студентом, я решил попробовать себя в предпринимательстве и открыл первую точку на рынке. На обычном рынке, где тряпки, шмотки, огурчики, помидорчики, открыл точку фастфуда. На тот момент это только начиналось. Вот эти вот слоеное тесто, вот эти слоечки, круассанчики, фаготиньи и с различными наполнителями. Вы знаете, за 4 месяца я отбил то, что вложил. О, сам готовил или все-таки пекарня была? Нет, это, скажем так, полуфабрикат, замороженный. Там процесс очень такой длительный. А это же Алеша. Это все подходит, тесто пышет, на весь рынок запах, и люди, вот знаете, как мыши на сыр. Это тогда пропали в Воронеже все котята. Нет, там мясной продукции не было. Мясной продукции там не было. Там были наполнители сладненькие, все было сладненькое. Ну и что, если дело так пошло хорошо, то ты продолжил эту историю? По теплоэнергетике и нефтегазовому делу. Ух ты! Серьезно? Тоже, тоже дело-то. Надо в Сибирь. Интересно, тоже дело прибыльное в нашей стране, да? И тем не менее ты не пошел по специальности. Артем, как сказал мне мой декан, мой декан факультета, что два выпускника по специальности работают сейчас. Ничего себе, это он и еще один. Он и его заместитель. Так, хорошо, все-таки теперь третий вопрос, который очень интересует всех слушательниц. Так, ну, что касается... Личная жизнь. Да, что касается семьи, я могу подтвердить всем тот факт, что у меня есть своя молодая семья. Так, девушки, выдохните. И не более. Все, и на этом мы останавливаемся. То есть вот у этой взрослой женщины, которая просит тебя попеть на скамейке с ней, шансов нет уже, да? Абсолютно. Понятно. Максимум семечки. Обидно. Только семечки. Расскажи мне, пожалуйста, о своих пристратиях спортивных. Мы знаем, что ты очень любишь пострелять. Мы даже видели твои фотографии с трофеями. С кабанами, да. С кабанами. Есть такое. В Твиттере. Будет свободное время, будет отпуск. Приглашаю всю студию радиошансон Воронеж. Разделывать кабанами? Я вам устрою охоту. Мы же приедем. Сафари. Это же известная воронежская сафари. Под управлением Алексея Брянсова. Ну, а что, я считаю, что прекрасно. Так вот, по поводу видов спорта. Что там с пулевой стрельбой? Стендовой стрельбой. В свободное время, конечно, получается вырваться с друзьями, пострелять и дичь добыть получается. А что касаемо вообще общих видов спорта, конечно, я фанат. Я фанат безумных футбола. Вот сейчас в ожидании чемпионата Евро. Ну, и каковы твои ставки? В 2016 прогнозировать не готов. Даже не можешь две команды назвать, которые будут в финале? У нас сейчас стало так непредсказуемо. Я тебе могу сказать, кто будет в финале. Франция, Германия. Испания нет в этом году. Нет, не будет. Франция, Германия будут решены. Посмотрим. Я запомнил. Ты королю Испании позвонил и узнал? Да, Хуану Карлосу второму. Говорит, ну что твои сегодня? Будут так шевелиться или как наши будут ходить в финаль? Друзья, задавайте свои вопросы Алексею. Пишите плюс семь девять девять пять пять сто три ноль. Вайбре, ватсап и смс для вас.